всем большой привет и это и давайте посмотрим второе видео как я обрабатывала картинку мне написали комментарии что изначально все выглядело очень плохо но потом в принципе стало нормально и я вас могу убедить что дальше будет еще нормальная потому что постобработка творит чудеса ну и собственно пока месть тут особо делать или рассказывать нечего да то есть я просто буду накладывать градиенты и буду работать скажем так с градиентом mesh итак давайте посмотрим как я буду делать тени скажем так на нашей аватарке сначала я рисую просто объект то есть я буду делать с помощью градиента mesh ну потому что это как-то более красиво выглядит так сейчас я выделяю объект вот этот который я нарисовала заливаем его белым и ставлю сетку mesh то есть сетчатый градиент белый это исчезнет а там где серый придастся тень и ставим эффект умножения у этого маленького кусочка здесь важный момент чтобы края были полностью белые по rgb и ставим его скажем так под руку вот такой эффект получается то есть у нас получилась тень между телом и рукой это делает картинку конечно же более объемной но соответственно более красивой и далее моя работа будет заключаться в том что я буду убирать границы потому что мне здесь хочется все таки без границы сделать и постепенно постепенно я буду все украшать с помощью градиента mesh и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассмотрим еще один такой интересный момент. Тоже это будет, в общем-то, градиент меж. Для того, чтобы сделать пальцы более объемными, тень, да, вот я сейчас сделаю тень. Разберем еще один интересный момент, да, как вот сделать объемным пальцы, да, и тень между пальцами. Я беру карандашом и просто обвожу по контуру палец. Ну, собственно, любой объект, да, потом мы будем вводить. То есть любое, где необходимо придать объем. Все, обвела. Выделяю именно эту границу, которую я обвела. Так, блокирую все, что мне мешает. Даю ей черно-белый градиент и ставлю границу вот третьего типа, чтобы он от края к центру. Ставлю эффект умножения. И ставлю, чтобы оно шло, получается, от края к центру. То есть по краю оно будет темное, а в центре оно будет прозрачное. Таким образом мы создаем глубину. И за счет глубины мы создаем объем. Сейчас я ставлю границу, ровно, чтобы она совпадала с пальцем. И никуда не вылазила. В дальнейшем таким же образом мы будем создавать объем абсолютно у всего. То есть у тела, у флейта, да, у предмета и так далее. Границу можно сделать потолще, тогда тень будет как бы более объемная. Вот таким образом получается. То есть благодаря такому объему объект смотрится как бы более объемным. Получилась эта автология? Ну да ладно. Вот. И то же самое мы сделаем со всеми остальными пальчиками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Всем пока!